добрый день зовите меня часовщик и сегодня самое время для второго выпуска программы пешеход суть программы в том что я хожу по различным улицам проспектам площадям и вспоминаю те или иные истории которые происходили со мной именно на этих объектах и сегодня я хочу вспомнить лиговский проспект лиговский проспект конечно нельзя рассказать в двух словах что это такое и что меня с ним связываю и какие такие истории со мной проключались я вспомню то что только что пришла меня на ум и буду таков и воспоминания будут связаны с магазином под названием каста урок которая как раз находится именно на лиговском проспекте и история которая собственно приключилась со мной и моими друзьями когда мы собственно посещали этот магазин историю эту люблю рассказывать тем кто не является коренным длительным петербурга и пишет мне различные сообщения на тему что а как там у вас питере с гопниками безусловно существует некоторый стереотип что обиталище множество гопарей это купчина но разумеется у любого стереотипа всегда есть свой корень и возможно вполне возможно что он в каких-то моментах оправдан однако я считаю что все таки гопарей полно везде просто они довольно таки заметные они внушают отращение они легко попадаются на глаза и поэтому мы собственно их так и ненавидим ну да ладно в общем история про довольно таки деликатный гопников значит все было так сегодня мы перемещаемся во времени год где-то примерно 2003 может быть чуточку и раньше май мы действующие персонажи собственно кто я мой брат и двое друзей мощно вчетвером мы собрались посетить этот замечательный магазин под названием castell rock старейший между прочим рок магазин место паломничества различных меломанов коим мы себя и относились по тем временам не знаю как сейчас я уже давно там не был но магазин по сути дела посвящена русскоязычной продукции мне как не хочется произносить слово русский рок но наверное по большей части именно вот этот контент дает наибольшую прибыль данного магазина в любом случае мне так кажется но я не спешу разочаровывать тех кто там не был я скажу лишь о том что есть еще и отделение в котором продается собственно иностранные произведения иностранной группы и так далее но по большей части это все-таки обиталище любителей так называемого русского рога в общем теплый месяц довольно таки открыто то в чем собственно мы поехали в этот замечательный магазин кратко хочется поговорить о данном магазине магазин довольно таки необычный естественно что со своей спецификой находится он напротив московского вокзала буквально вышел и перешел дорожку и все ты на месте ошибиться довольно трудно поскольку там есть такая арка и на этой арке нацеплена огромная табличка черного цвета на котором белыми буквами написано castle rock и нарисована башня то есть замок рока однако это не столько замок сколько пещерка потому что находится в подвале заходишь в подвал и там собственно все покупаешь что нужно тебе естественно освещения нету горит лампочка такое ощущение что находится в некоторые берлоге такое знаете полу разрешенный что дает особенно шарм данного магазина и также способ оплаты довольно интересный ты ну я не знаю как сейчас но тогда было ты говоришь я беру вот эту кассету тогда кассеты еще были в моде сейчас наверняка уже они все изъяты скорее всего но способ оплаты был такой то что ты выбираешь какую-то кассету продавец выписывает тебе листочек что вот такая-то кассету за столько-то рублей тогда кассета стоит 30 рублей насколько я помню может быть даже чуть меньше или больше на уровне 30 рублей он заполнял или она заполняли себе вот эту квитанцию ты с этой оформленной квитанции уходишь другое отделение где сидит кассир кассир смотри берет эту квитанцию получает от тебя деньги расписывается у этой квитанции ты с этой квитанции но видимо со штампиком насколько я помню выходишь и собственно берешь тоже чего-то ты купил довольно интересная система оплаты и странная почему сразу все-то не выдается но ладно в общем суть не в этом в общем мы закупили то что нам нужно было очень довольно большой выбор различных рюкзаков с королями шутами кино дттшками алисушками и прочим музыкальным продуктом можно там купить в общем что-то мы там купили я и вышли и тут начались главные герои нашего повествования нас встретили вернее не встретили они просто где-то там сидели посиживали и надо отметить что один из них был с гитар и что-то там побрякивал а второй стоял рядом и они о чем-то базарили но потом взгляд одного который был с гитаркой друг направился в сторону одного из друзей а у моего друга была такая футболка черная а на черном фоне то ли белый череп то ли просто какое-то лицо довольно таки воинствующее металлическое и эта футболка счета встрепенула какие-то очень животрепещущие какие-то в сердце вещи замечательного гопника с гитарой он отложил гитару и подошел к моему другу и сказал слушай ты в курсе что вот это нельзя носить что-то типа металюги все носят только лишь и металюга что и ну разговор был типа таким чуть это ты носишь от данную футболку и он ничуть не смутило что их-то было двое а нас четверо и надо признать что он был либо довольно глуп либо довольно мел иногда и то и другое не мешает друг другу в общем он начал предъявлять довольно таки грубой форме что чё это ты носишь эту футболочку и дело уже практически шло до конфликта однако я думал что все таки все обойдется все на самом деле обошлось потому что второй вот этот гопник к нему подошел и сказал эй ладно остынь пусть идут типа мы прощаем вас ребята идите но если еще с намеком что если еще раз встретитесь здесь мы вас отмутузим за ваши не те футболки чем-то они напоминали мне даже не чем-то всем наверное поминали мне intel со своим неприятием различным футболкам ну да ладно черта intel что я хочу сказать этот случай я вспоминаю с умилением но каковы довольно таки вежливые ребята эти питерские гопники я люблю людям которые хотят приехать в питер или просто интересуются питерами обязательно рассказывают историю когда они спрашивают каков процент гофарей в нашем городе вот собственно вся история которую я хотел рассказать если она понравилась вам жмите лайк если нет обязательно дизлайкайте обязательно комментируйте в общем счастливо всех благ